Четверть века он стоял у трона. И не в тени, а в сиянии блески великого царствования. Но когда, опьянённый жаждой власти, он решился сделать ещё шаг к самой вершине, всё рухнуло. Меньшиков в Берёзове. Похоже, они только добрались до места. Пять месяцев тяжкого пути позади. Что ждёт здесь, в глухом сибирском сельце, княжеских детей, выросших в дворцовой холле? Печалится ли о прошлом, о том Меньшикове, первым генерал-губернаторе Петербурга, который вознёсся так высоко игрою случая и благосклонностью юного царя? Царский деньщик, казначей, а главное, друг, надёжный и верный. Он делит с Петром и тяготы Северной войны, и славу первых побед. Оба командовали шлюпками, взявшими на абордаж два шведских фрегата. Сенат возлагает на ликующего Петра орден Андрея Первозванного. Другой орден вручён Меньшикову. Под командованием Меньшикова русская армия одержала свою первую победу над шведами на суше, под Калишеву. Это был пролог Полтавы. Для своего родового герба Меньшиков выбирает символ «коронованное сердце» и девиз «За веру и верность». Командуя кавалерией под Полтавой, бросается в самую гущу схватки. Пётр встречает его в Петербурге, как героя под пушечный салют. Любимый царя и фортуны, энергичный, напористый. Таким он запечатлён в бюсте работы скульптора Растрелли. Ему присвоено звание фельдмаршала. На подаренном царём Васильевском острове Меньшиков строит свой дворец. Среди многих привилегий, которыми гордился Меньшиков, была одна редкая и необычная. Единственному из своих подданных царь разрешил светлейшему держать во дворце собственную гвардию. Каждый день в Кардегардии дежурили солдаты Ингерманландского полка. Самое роскошное помещение дворца – этот зал. Тут проходят все праздники – и державные, и семейные. Отмечаются именины императрицы Екатерины. Здесь на ассамблеях танцует и будущая императрица Анна Иоанновна. И, наконец, старшая дочь Мария обручится с польско-литовским аристократом Петром Сапегой. Но этой свадьбе не суждено состояться. Особенная суета царила здесь, когда был раскрыт заговор царевича Алексея. Петр уехал в Москву оформить арест царевича, а Меньшиков в Петербурге помогал вести дознание и розыск участников заговора. В списке лиц, подписавших смертный приговор царевичу, подпись Меньшикова стоит первой. Любимец царя вполне разделял страсть Петра к морю и кораблям. Его собственный морской стаж исчисляется адмиралтейством еще с конца прошедшего века, когда он вместе с Петром получил патент на звание корабельного плотника на голландских верфях. Роскошь, оплаченного во многом из государственного кармана. Даже такой опытный игрок, как Меньшиков, вынужден признать, что нанес ущерб казне. Петр в гневе. Обычно он жестоко наказывает казнокрадов, но Меньшикова щадит. Ради дружбы, ради дела. Легенды о сказочных богатствах Меньшикова не так уж далеки от реальности. Он владел ста тысячами крепостных, захватывал богатые трофеи на полях сражений. На него работали заводы, мануфактура, соляные промыслы. Он щедро одаривал родных и близких. А Петру на день рождения в 1711 году подарил целый корабль. После ссылки все было конфисковано, передано в казну, но даже часть вещей позволяет судить о богатстве его коллекций. Несомненно, то, что с первого своего путешествия Меньшиков истово увлекся европейской живописью, его агенты скупали картины на аукционах Венеции, Парижа, Амстердама. Собрание картин в его домах и дворцах насчитывало свыше двухсот полотен. Любил он аллегорические сюжеты. Может, в христианских символах земли и воды изобилия и любви чудилось ему приближение к вечному и нетленному, как в этой картине Якупо Бассано «Сбор плодов». Особое место в его коллекции занимает историческая живопись. Придворный французский художник Вандер Мейлен, мадам де Ментенон в карете. Сильные мира сего и их фавориты. Путешествие Людовика XIV. Роскошь выезда Великолепие королевского двора. Для Меньшикова это не история, а современность. Портрет дофина, сына Людовика XIV. Рядом с ними, чья родословная теряется в веках, острее чувствуешь собственную значимость, необычность своей судьбы. Не имела себе равных в Петербурге и коллекция медалей и монет, собранная Меньшиковым. Его страсть уже не знает границ, и в этой жажде новых и новых приобретений он неукротим, он забывает обо всем, даже об опасности, которой подвергает не только себя, но и свою столь любимую семью. Петр Великий умирает, не оставив завещания. Меньшиков помогает Екатерине взойти на престол. Он снова всесилен. В его приемных толпятся вельможи и генералы. Он казнит и милует, но без Петра что-то неуловимо меняется в его поведении, как будто вся сила его разума и энергии работают только в одну сторону – на себя. Грубостью и надменностью он отталкивает от себя последних друзей и соратников, его бояться и ненавидят. Жертвой его ненасытного честолюбия становится старшая дочь Мария, и ее недавняя помолвка с сапегой расторгнута. Теперь Меньшиков жаждет выдать ее замуж за Петра Второго, наследника престола. И поначалу все складывается удачно. Наследник все дни проводит в доме князя. Он становится царем, дарит Марии дорогие подарки, осыпает чинами и наградами самого Меньшикова и его родственников. И уже генералиссимус Меньшиков видит себя в роли регента, правителя при Новом Эмиратрии. До вершины земной власти и богатства один шаг, но Петр Второй не любит Марию. И когда Меньшиков заболеет, царь выскользнет из-под его опеки. И вот уже князю приписана измена, он под домашним арестом, потом указ о ссылке и конфискации имущества. Все рушится сразу. Семья, влияние, богатство. О чем он думает в Березове? Печалится о прошлом. Только первые дни. А потом ставит избу и до конца дней своих строит церковь. Может, это и есть его покаяние? Мария умрет в ссылке. Александра вернется в Петербург. При Анне Иоанновне выйдет замуж, но умрет при родах в 24 года. Сын Александр продолжит род Меньшиковых. Его потомки участвуют во многих памятных событиях России. Один из них подарит Александру Третьему эти фамильные часы в память о начале новой России, эпохи, которую умела так блистательно возносить и так безжалостно низвергать. Субтитры создавал DimaTorzok